12 августа, 12 часов дня. Это время запомнится жителям домов по улице Санчарская надолго. В солнечный полдень, когда ничего не предвещало беды, здесь произошел масштабный оползень. Сошедший грунт потянул за собой в образовавшийся котлован гаражи, а на фундаменте расположенного рядом дома образовалась трещина. Сотрудники МЧС эвакуировали людей. Однако первые признаки неладного жители стали фиксировать на камеру на день раньше. Уже 11 числа на верхнем слое почвы были заметны трещины, рассказывают очевидцы случившегося. Вышла из дома, подошла к своему гаражу, и там уже появилась небольшая трещинка. Земля опустилась, мой гараж еще как раз держится, но он уже не способен. Звонок с сообщением о том, что в районе улицы Санчарская произошел серьезный оползень, сотрудники МЧС получили днем 12 августа. Бригада прибыла на место в течение 6 минут. К месту прибытия было обнаружено, что произошел оползень, частично обрушились гаражи. Нами была принята эвакуация людей. Четыре семьи были поселены нами в гостинице «Интерсухом», остальные поехали к своим родственникам переждать это время на время проведения дополнительных работ. Службы мониторят ситуацию, работы проводятся по укреплению грунта, чтобы дальше не происходили оползни. Со слов специалистов, грунт, который дал осадку дальнейшего продвижения, его не наблюдалось. За эти дни были поставлены датчики, которые не показали никаких изменений. Так что, со слов специалистов, никакой угрозы нет. Жильцы в данное время возвращаются в свои дома. Как выяснилось, оползень стал следствием несанкционированной стройки, ответственен за которую оказался некий гражданин Георгий Джопо. Предприниматель планировал открыть станцию для мытья автомобилей, но не посчитал необходимым согласовать проведение работ со столичной администрацией. Об этом в нашей съемочной группе рассказывал глава столичной администрации Адгур Харази. Он обращался, мы посоветовали ему обратиться в суд, потому что там числится строение, старое строение. После того, как суд, если примет решение, что можно будет ему дать, спешит это строение, тогда только он должен был обратиться с заявлением о выделении этого участка. И тогда начинаются геологические работы, выезжают туда археологи с землеустроителем, с геологом. Они должны провести работы, и только после проведения этих работ они дают заключение, можно ли там что-то делать. Но не получив выделения земли, разрешения на строительство, он начал проводить там работы. И вот результат. В отношении нарушителя будут применены санкции. Однако Джоупо уже взял на себя финансовую ответственность за устранение последствий чрезвычайного происшествия. Этим занимается прокуратура. Она собирает сейчас документы. Но главное там вообще, юридически, они обязаны его заставить профинансировать все эти потери. Но он сам обязался это все сделать, он сам договорился со строителями, и он сам на сегодняшний день все оплачивает. Сейчас на Виеме в экстренном режиме работают специалисты строительной компании МДДД. В сжатые сроки ими был выполнен большой объем работ. Главное, чтобы ситуацию не осложнили осадки. Забурили буронабивные сваи, 6 метров глубиной забурили, опустили арматурные каркасы, потом мы залили ростверк полтора метра шириной, метр высотой. Естественно, все это армируется как положено и так далее. Вот так вот мы начали подниматься вверх. Теперь три ряда, три заливки мы уже выполнили. Сейчас четвертую заливку выполним и высоту мы наберем, нужную нам высоту. Потом, значит, за стенкой мы будем отсыпать в воздухе и так далее. Тем самым угроза оползня, обвала, я думаю, что будет ликвидирована. На месте работает тяжелая техника, а жители улицы Санчарская вернулись в обычный ритм жизни. По счастливому стечению обстоятельств этот экстренный случай не повлек за собой человеческих жертв. В назидание всем потенциальным застройщикам глава Сухума Адгур Харазия напомнил. Процедура согласования своего проекта со специалистами столичной администрации важна не только с формальной точки зрения.